Радио 54 Конечно, мы не можем уйти от истории про год театра в России в целом, и нам очень радостно, что у нас есть замечательный повод и возможность реализовать вот этот большой музейный проект, который проходит раз в год вместе с нашими друзьями, театрами города Новосибирска. И действительно будет в 10-м зале, то есть колонном вот в этом роскошном, где все делают селфи, в этом зале будет выставка и декораций, и различных перформативных форм. Зал музея трансформируется в центральную улицу города. Вот. Это такой вот чудо-сюрприз, словами-то не описать, обязательно приходите, посмотрите, потому что там действительно традиционное музейное пространство с витринами перестанет существовать, появятся совершенно другие объемы, часть декораций. А вот это волшебство. Это волшебство, музейное чудо, наша профессиональная работа. Там будут части декораций различных известных спектаклей в городе Новосибирске, которые проходили на театральных площадках. Будут и прекрасные художники, которые, в общем, вот, ну, как вы знаете, раньше на Арбате можно было, да, или там, например, в центре Новосибирска летом можно пройти, там, например, получить такой интересный шарш или какой-то портрет. Будут прекрасные фокусники, мимы. Ну, и все рассказывать-то я, конечно, не буду, потому что, мне кажется, место для интриги обязательно должно сохраниться. Приходите, увидите замечательно интересный другой краеведческий музей. Там будет совершенно другой свет, абсолютно другой звук, то есть музей изменится. А в постоянной экспозиции «Сибирь в древности» можно увидеть выступление настоящего сказочника, послушать легенды коренных народов Сибири. Это, ребята, будет красота. Нет, легенду сейчас, на самом деле, интересно то, что у традиционных народов мифы, легенды и вот те самые сказки – это история бесконечная. То есть нет, миф нельзя начать, миф нельзя закончить. То есть это вот такой вот разговор на жизнь. Поэтому рассказать сейчас, я, конечно, я очень люблю радио ПСС-4, но давайте пожалеем наших слушателей, да, я не буду сейчас на 8 часов рассказывать одну из легенд, которую мы расскажем в «Музейная ночь». У нас будут замечательные наши друзья, профессиональные тоже сказочники и специалисты. Профессиональные сказочники? Есть такая профессия? Есть такая профессия, профессиональные сказочники, это специалисты по этнографии, которые, в общем, расскажут и покажут сказки вот сибирских народов, там будут и хантейские сказки, и якутские, и северные страшные сказки, и сказки веселые, и детские. Приходите, обязательно будет совершенно здорово. У Музея природы пройдут спиритические сеансы с экспонатами. Что, простите? Ой, это вот слова. Спиритические сеансы – это с духами. Мамонта оживляет. А как это? Помните, это как в этом, в Господе, прости, как Абдулов-то вот колдовал. Вот так и будет делать наш… Формула любви фильм. Да, да, так и будет делать наш Андрей Леонтьевич Мугак. Это вот такое вот наше лицо Музея природы. На самом деле, конечно, это не какая-то неспиритическая история. Это детская программа про то, что могли бы рассказать о нас экспонаты, стоящие в витрине. То есть обычно мы приходим и рассказываем. Вот там камень, вот тут мамонт, вот там, не знаю, бурозубка. Да, это шелоклювка. А тут мы на секундочку как-то так вот остановились и подумали, что, наверное, интересно было бы раз в году услышать, чтобы они могли рассказать о нас. Они-то нас тоже видят каждый божий день. И Андрей Мугак будет говорить голосом. И не то. Это все сюрпризы. Приходите, Андрей Мугак. Я прям не представляю, откуда он знает. Откуда он это знает. Знаете, этот человек знает совершенно все про музей природы. Мне кажется, он способен еще всех нас удивить. Божечки. Музей связи Сибири. Посетители смогут задать любые вопросы говорящему роботу. У вас есть говорящий робот? У нас есть говорящий робот. Есть костюм робота и есть человек, который в нем сидит. Ну, не все правдивые сейчас мы откроем все X-Files будут. Нет, у нас в фондах есть прекрасный робот. Это в советские годы была, знаете, такая коллекция в музеях формировалась. Называется предметы производства. И вот на одном из заводов новосибирских зачем-то сделали гигантского, то есть он там порядка двух с небольшим метров, огромного металлического робота. Вот знаете, как в мультике про «Ну, погоди!» вот с этими лампами в глазах. Вот такой вот, который. Со мною проделать опыт, стой ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь. То есть это типа просто фигура робота, наверное, на самом деле. Это фигура, но которая благодаря нашим... Почему это не функционально? Что она делает? Благодаря нашим программистам и нашим, собственно, партнерам и инициативным сотрудникам этот робот сможет ответить на ваши вопросы, рассказать вам о том, что он находится в музее связи и даже, может быть, подмигнуть тем, кто особенно интересно... Лампочкой. Ага. В музее Олимпийской славы можно будет пройти квест по экспозиции, получить памятные призы с символикой ночи музея. Да, мы в целом вообще, ребята, не жадные, да, и любим своих посетителей. И действительно на многих площадках музея можно будет получить памятные всяческие призы. Там будет интересная активность, связанная не только вот с возможностями, ну, под руководством экскурсовода или какого-то там специального человека посмотреть, что в музее. А там будет вот квест, когда вы можете сами прийти, взять вот эту вот информацию на бумаге и, может быть, там со своими близкими или с детьми провести время самостоятельно в музее, ответить на вопросы. Это достаточно весело. Вообще, конечно, музейная ночь – это не про веселье. Ну, если быть уж человеком. Мы же не для того, чтобы жонглировать, это все затеваем. Основная история... Судя по вашей программе богатой, все-таки очень веселились вы. Хочется сказать, что мы сами веселенькие. Нет, мы... Каждый раз музейная ночь разная. То есть вот она каждый год совершенно различна. В городской усадьбе Новониколаевска будет замечательная программа, не только экскурсионная. То есть мы обычно на музейной ночь на всех наших площадках даем возможность нашим посетителям услышать экскурсии. Они будут с разной периодичностью, но обычно где-то раз в час. То есть во сколько бы вы ни пришли в музей, у вас есть возможность или присоединиться уже к существующей группе, или чуть-чуть подождать и пойти снова. Но кроме стандартной вот этой программы в гости городской усадьбы ждет прекрасная читка. Читка художественных текстов, описывающих ранний Новониколаевск. Наши большие друзья и партнеры, актеры новосибирских театров провели большую работу. И вот по программе нужно будет уточнить. Вечером, если я не ошибаюсь, с 7 до 8 часов как раз таки в музее Новониколаевской усадьбы будет проходить читка вот этих воспоминаний о городе. Очень интересная такая история с погружением. Всем интересующимся ранним городом рекомендую быть. Господи, я хочу везде. Ну почему так мало времени? Хорошо. Исторический парк «Россия. Моя история» это вообще отдельная история. Отдельная история. Мультимедийный такой центр. И там наверняка будет что-нибудь такое экстра-техно-прикольное. Экстра-техно-прикольное. Там каждый рабочий день сейчас приседают в шести. Это прям тот самый термин-то, да. Люблю неологизм. Там будет очень много всяческих активностей, связанных с возможностью не только посмотреть. То есть традиционная для парка форма это вот этот мультимедиа-контент. Здесь они отходят чуть-чуть в сторону и напоминают про то, что они все-таки музей. Там будет замечательная выставка вот на втором этаже. Там будет прекрасная возможность сфотографироваться, ну, и увидеть подлинные экспонаты. То есть там будут масштабные макеты выставлены, оружие периода войны и различные техники. То есть это вот... Вот здесь обратная вещь. То есть мы отходим от традиционной формы и не контентом удивляем, а подлинными предметами. Поэтому тоже будет достаточно любопытно. Особенно те, кто живет вот на территории военного городка. Господа, вы непременно должны все прийти. Ваша любимая площадка, вас будет удивлять. То есть то, что вы вначале говорили о том волшебстве, которое... Куда вы денете все, все, что там стояло, в главном зале, вот туда, видимо, да? Не-е-е. Не та магия. Не та магия, да. Это магия тоже наших друзей и партнеров. На самом деле, это же возможность не только для нас показать, да, еще и все люди, которые на протяжении многих лет, тому месяцев делают большие проекты вместе с музеем. На музейную ночь мы всегда стараемся дать им возможность, ну, показать какие-то свои, там, не знаю, коллекции. Это могут быть коллекционеры или частные, или общие компании. Может быть, поучаствовать в общих музейных проектах, чтобы заявить о себе городу и рассказать о том, что не только... Музей, он не один. То есть вот культурное пространство формируется сегодня не только музеем сугубо, там, театрами, да, там, библиотеками или кем-то еще. Мы все существуем в очень сложной системе связок, взаимодействий, и только вместе вот этим вот большим кулаком неравнодушных и любящих город людей получается та прекрасная культурная повестка, которая сегодня... Культурная повестка, которая получается кулаком. Ну, как выражается? Ну, мы же... Добро. Да. И, конечно, мы, как областное радио, не можем не упомянуть вашу легендарную музейно-туристическую... Любимую нашу. Да, музейно-туристический комплекс Сузун-завод «Монетный двор». Сузун-завод «Монетный двор». Прекрасная площадка. Туристический бренд города Новосибирска и Новосибирской области вообще. Прекрасное место, куда всем рекомендую съездить, если вы там еще не были. Тоже в музейную ночь откроют свои двери. Там будут программы и экскурсионные, как по самому Сузуну. Там будут прекрасные программы с различными формами активности на площадках тематических. То есть, если это медиплавильный завод, там будут различные сюрпризы от наших экскурсоводов, связанные с оживлением каких-то страничек истории производства. В музее народной иконы, например, можно будет почувствовать себя на секундочку учеником той самой церковно-приходской школы, которая располагалась в этом здании. То есть, тоже такие истории про погружение. В Сузуне замечательно. Все, кто не были или были, но уже соскучились, непременно езжайте. Там красота. Там цветет, в общем, уже пышным цветом все вот эти наши летние травы, зелено, красиво, обещают прекрасную погоду. Если у вас нет никаких планов, в суббота Сузун вас ждет. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.